Доброго времени суток всем моим подписчикам, кто еще не подписался, подписывайтесь, будем с вами обозревать посылочки из Китая, товары, тестировать телефоны, планшеты и прочие мелочи из Китая. Сегодня у нас на обзоре телефончик JAU фирмы, третья модель его, JAU G3, на процессоре обновленном MTK6589, турбированный. Спросите, почему этот телефон? Потому что я пользуюсь JAU G3 на процессоре MTK6577 двухъядерный. Вот товарищ попросил посоветовать хороший телефон. Я ему посоветовал, говорю, вот на базе моего вышел новый телефончик. Да, телефончик такой, терпичик, но зато уверенно можно держать в руке, то есть он удобно, легко сидит. Из минусов могу отметить, что кнопочку немножко некоторым, наверное, придется тянуться, а так, в принципе, с телефоном я вполне доволен. То есть вот девушка, например, моя не может дотянуться, пальчики у него маленькие. Я спокойно могу держать и нажимать кнопочку блокировки экрана. Вот, ну, вкратце могу рассказать, то есть внешний дизайн у него не поменялся. Сверху также осталась кнопочка включения или же блокировки экрана. Разъем для наушников 3.5. С правой стороны у нас качелька громкости, с левой ничего нету, снизу microUSB разъемчик, но не поддерживает этот телефон OTG. К сожалению, флешку подключить не получится, и мышку, и клавиатуру. Сзади у нас камера на 8 Мп с автофокусом. Вот, и вспышка снизу, в правом углу, если смотреть в заднюю сторону, у нас разъемчик динамика, выхода звука. Динамик играет довольно-таки неплохо. Я бы сказал так, средненько. Не сильно громкий, но слышно в транспорте. Вот, под крышечкой у нас уже размещается в обновленном телефоне на 3000 Ач батарея. Два полноценных разъема для SIM-карт, то есть карточки обрезать вам не придется. И под SD-карту разъем. Крыжечка пристегивается плотненько, защелочки все прочненькие. Спереди у нас 4,5-дюймовый экран с IPS-матрицей. Дает хорошие углы обзора. Вот, неплохое освещение. Телефончик сейчас на всю яркость стоит. Вот, и что могу еще отметить, что в этом телефоне более ярче, более насыщеннее экран, чем в его предшественнике. Я вам в конце покажу видео, то есть, в принципе, так-то будет, наверное, непонятно. Вот, оба телефона на полную яркость, но вот этот телефончик, он более реально ярче, насыщеннее передает оттенки. Снизу у нас три сенсорные кнопки, меню, домой и возврат. Они идут с подсветочкой. Вот, ну, сразу запустим Antutu. Вот, покажу вам результаты. 15 тысяч набирает, то есть, телефончик довольно-таки производительный. 1 гигабайт оперативки, 4-ядерный процессор. MTK6589, к тому же еще турбированный. Работает с частотой 497 500 МГц. PowerVR 544 MPI, графический процессор. Вот, еще специальные стоят датчики для камеры. То есть, в предыдущем телефоне этого нет. Вот. В NanoMark набирает 52 кадра в секунду. То есть, тоже довольно-таки хороший. Для сравнения, вот этот телефончик набирает у нас в Antutu 7400 баллов. Вот. Ну, это и понятно, уже устаревший у него стоит процессор. А в NanoMark 2 набирает аж 17 кадров в секунду. То есть, вообще, игры такие, как там современный Robocop, Dead Hunter, там, Асфальт, виснут вообще на нем. То есть, тормозит все. А на новом процессоре все летает. В конце покажу вам нарезочку игр. Вот. Датчики, в принципе, все необходимые есть. Датчики приближения. Освещение, уровень, магнит даже есть. То есть, в принципе, все необходимые, скажем так, для жизни есть. Multitouch поддерживает 7 касаний. В принципе, здесь они не изменились. Оба телефона поддерживают Multitouch 7 касаний. Вот. Еще, чтобы хотелось вам показать. Это камеру. Сейчас, минуточку, найдем ее. То есть, обновилось здесь полностью так же и меню. Виджеты у нас уже вызываются. Зажимаете кнопочку и вот снизу открывается еще одна менюшечка. Вот. И отсюда уже можно выкладывать приложение на рабочий стол или же виджеты. Вот. Берете и перетягиваете. То есть, вот. Если рабочий стол заполнен, то оно, естественно, не вынесет его. Вот. Также можно открывать, расширять количество рабочих столов. Вот. Все программы, которые есть на сегодняшний день, телефончик запросто легко запускает. Ну, вот камеру у нас нашел. Вот. Ну, давайте что-нибудь вот. Например, его же коробочку. Вот. То есть, в камере есть вот автофокус. Сейчас я вам сфотографирую. Автоматически при необходимости включается вспышечка. То есть, видите. Камера просто мне мылится. Плохо, скажем так, снимает. Вот. Но фотографии у него отличные. Действительно, расширение на 8 пикселей. То есть, можно запросто картиночку поставить на рабочий стол телефона. Никаких, скажем так, искажений, там, зернистости, в принципе, не видно, как для телефона. На компьютере, понятное дело, что вы сбросите, и будет уже там и зерно видно, и качество вас будет не устраивать. Ну, что вы хотели для телефончика, скажем так, бюджетной серии? Довольно-таки нормальная камера. Да, уже на сегодняшнее время устаревшая. А также там фонарики, Google Play, Market, все есть, в принципе. Вот. То есть, телефоном я вполне доволен. Давайте сейчас посмотрим с вами нарезочку игр. В конце сделаю небольшое видео этим телефончиком, засниму вам. Чтобы вы посмотрели качество видео. Вот. Ну, и, в принципе, телефон довольным. Хороший. Вот. Большая у него комплектация. Могу вам рекомендовать. Ну, вот, сравнительная, пожалуйста, вам, игра для сравнения. То есть, одна из лучших игр, наверное, для сегодняшних смартфонов. Запросто идет на этом телефоне. На моем предшественнике она подтормаживает. Здесь же и без проблем. Вот, я уже прошел несколько миссий. Вот. То есть, игра мне довольно-таки интересна. Вот. Я, конечно, извиняюсь, играть не умею. Вот. Вот. Но, по крайней мере, многие, наверное, из вас скажут. А, там, мазила. Стрелять не умеешь. Еще что-нибудь. То есть, там, не знаю, как в нее играть. Возможно, что-то не до конца. Все фишки знаю. Но, по крайней мере, на этом телефоне играть можно. В отличие от моего JUG3 на более предыдущем процессоре. Более устаревший. Ну, сейчас главарь будет, я так понимаю. Более такой крутой зомби. Ну, многие вы знаете эту игру. Что, в принципе, я вам за игру буду рассказывать. Сейчас он меня убьет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, все. Короче, начала действовать эта штука какая-то. Все. Я победитель. Потому что я победитель. В общем, вот такая вот игрулька. На нем запросто идет. Ну, вот он для сравнения тест одинаковой обойки поставил на свой телефончик и на новый. Вот. Не знаю, видно ли на камеру, но более новый телефончик, более ярче экранчик стоит, чем у предыдущей модели. Вот. Ну, камера у меня плохая, поэтому, возможно, цвета будут передаваться одинаково. Но, в принципе, я думаю, некоторые оттенки видно, что более насыщенные, более яркие цвета. Вот такое вот шуточное небольшое вам доказательство того, что действительно стоит Gorilla Glass. То есть, телефон не царапается, в принципе. Ну, взял кухонный нож. Конечно, многие сейчас скажут, лезвие надо взять, лезвие. Ну, не было у меня лезвия под рукой. Покупайте этот телефончик, снимайте ваши обзорчики, делайте такие краш-тесты лезвия. Все. Спасибо всем.